В небо над Киевом взмыли летающие диски. В столице состоялся открытый чемпионат Украины по фризби. В соревнованиях приняло участие 16 команд, в том числе сильные клубы из Москвы. Считается, что во фризби играют настоящие джентльмены. Почему узнавал Дмитрий Евчин. Это немного напоминает регби, только в зачетную зону на кромке поля нужно занести не мяч, а диск. В остальном фризби имеет массу отличий. Честность, порядочность, уважение к сопернику, оно стоит выше даже, чем игровой результат. Нет подножек, толчков и силовых приемов. Во фризби господствуют дружеские отношения между соперниками. Это развлечение для настоящих джентльменов. В фризби спорт абсолютно бесконтактный. В этой игре не существует нарушений правил, поэтому и судьи для соревнований по фризби не нужны. В финале встретились московская команда Лаки Грасс и киевская Жигала. В итоге победу одержали украинцы и стали шестикратными чемпионами страны. Ребята говорят, фризби учат побеждать честно. Здесь как бы все решается между людьми, но и тебе даже стыдно становится уже, если тебя объявляют, и ты реально понимаешь, что да, это... Ну, не можешь соврать, потому что ты смотришь человеку прямо в глаза. Во всем мире 2 миллиона человек увлекаются фризби. В американских колледжах есть собственные команды. Согласно опросу, проведенному газетой Вашингтон-Пост, это самый популярный из неолимпийских видов спорта. Дмитрий Евчин, Павел Лысенко, спорт в подробностях, телеканал Интер.